А ну прилети сюда, я тебе покажу! Даже Алина запропастилась, а где она? А где Алина? Уже пора в город ехать. А я, кстати, уже, наверное, вас покину. Да, уже пора? Да, мне уже пора ехать. Алина, ты со своими гаджетами уже... Ну подожди мне письмо отправить надо. Да отвлекись, посмотри, природа. Пока зима не настала, можно полюбоваться деревьями, зеленью, птичками. Кстати, о птичках. Ты знаешь, что существует целое направление по выращиванию голубей, допустим. Есть голуби спортивные, есть голуби мясные. Ты это знаешь? Вот раньше, например... Что значит мясные? Ну, мясные сварили, покушали, да. А другие голуби, они не мясные, они летают на дальние расстояния. Вот, допустим, ты сейчас отправила сообщение, а раньше ты могла взять, привязать к ножке голубя письмо и отправить кому-то. Представь, какая романтика. Паштовые голуби, конечно, они раньше были актуальны, но сейчас в современности этим никто не пользуется. Да? А, кстати, мы можем узнать вот именно в этом доме. Посмотри, какая крыша интересная. Вот там домик видишь? Да, вот это птичник. Да. Пойдем, пойдем. Надеюсь, нет. Здравствуйте. Добрый день, добрый. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы заметили у вас над домом интересное строение. Это небольшой такой домик, а для чего? Это моя старая голубятня. Да? А, очень интересно об этом узнать. Посмотреть можно? Да, проходите, пожалуйста, проходите. Спасибо. Не зря считается, что голубеводство – самое чистое и интересное увлечение на свете, и голубь является птицей мира. Голубиный спорт пользуется большой популярностью и развит не только в России, но и ряде других стран. Спортивные достижения лучших голубеводов находятся на уровне международных результатов. Заниматься почтовой птицей – это надо состоять в клубе Федерации спортивного голубеводства. А основные функции этого клуба? Ну, основные функции. Ну, как всегда, люди делают взносы, собрания, обсуждают птицу, завозят их голубей, везут на расстояние. А меняются голубями? Меняются. Там есть по спортивной птице, там есть знаменитые линии спортивного голубеводства. Ну, это как бы, с одной стороны, для простого обывателя это дорого. Если, конечно, с клубом, клуб поддерживает, маркерами на ногах кольцуют, GPS-кольца, все это как бы дорого. А, то есть, траты в основном на такие вещи, да? Ну, да. Плюс еще соревнования. Соревнования, люди вывозят голубей, ну, по России, у нас имеется сейчас самое близкое сюда, это Краснодарский клуб спортивного голубеводства. Вот, они вывозят, вывозят на Москву, ну, по расстояниям они вывозят голубей. Ну, а что значит соревнования? Соревнования, они идут, ну, на дистанцию, чтобы спортивный голуб, он летел в дистанцию. То есть, люди собираются, ну, собирают голубей, привозят в определенное место, вот, высчитывается расстояние и по кольцу GPS, вот, и насколько голубь быстро долетает домой. То есть, каждый почтовый голуб, он летит в свою голубятню. Малыши рождаются, выходят, они видят окружающую среду, видят свою голубятню, где они родились. И именно с почтовыми, если брать уже взрослую птицу, их очень тяжело удержать. Я брал почтовых голубей, вот, и продержал их около полутора лет. Я им резал крыло, чтобы они не улетели. Как только я дал крыло, голуби улетели к бывшему хозяину. Если привыкли хорошие спортивные голуби, они не живут... А если совсем маленьким взяли? Совсем маленькими, вот, пескунята, которые называют... Ну, маленьких, потому что они пищат, пескунята. Вот, они как бы привыкают, они смотрят, начинают потихоньку подниматься на крышу и видят все вокруг. Ну, и попозже уже начинаю я их, ну, как, тренировать, приподнимать голубей. А дорого обходится вам содержать голубей? Сейчас на данный момент дорого, потому что, ну, во-первых, голубей много, а во-вторых, корма. Корма очень как бы подорожали, и тяжело найти хорошие корма. Что значит содержать голубь? Это накормить какие-нибудь прививочки, да, в виде кормов? Вакцинацию делают, кто держит. Здесь много ребят сейчас держат голубей. И голубей очень недешевых, можно сказать, там, от 50 тысяч за одного голубя. И поэтому, ну, как бы, желательно голубей вакцинировать. Сейчас к этому все приходят, потому что на данный момент очень много болезней. Ну, и содержание, вот, иногда могу про себя сказать, становишься заложником этих голубей. Потому что их вот здесь около 200 штук. Вот сейчас здесь 200 штук? Они, да, они как бы всегда тебя ждут, что придешь, выпустишь, покормишь. Они, вон, весь огород уничтожили, вот, кусту у сестры всю, всю поели, погрызли. Все, что можно, они находят себе. А вот скажите, мы вначале поговорили про почтовых голубей, а вот эта порода как называется вообще? Это порода, порода бакинцы, вот, это, ну, под вид голубей бойные голуби. То есть... Что значит бойные? Бойные, они... Боевые? Нет, они... Их едят. Голубь взлетает и начинают делать сальто в воздухе. Трюкачи. Через голову переворачивается, ну, с определенным щелчком. Это вы их так учите? Это... У них вот в генетике по крови так заложено. Ну, конечно, бывает и брак среди этих голубей. Ну, вот, люди как бы стараются, тренируют их. Вообще, это увлечение что дает? Удовольствие, хобби? Это хобби, это вот я... Или радость какую-то. Да, вот пришел с работы, вот, уставший, и взял денег, и пошел убирать. А вы с ними разговаривали? Ну... Да, ну, в основном, да. Недавно в США приступили к обучению голубей-спасателей, которые будут использованы для спасения людей. Голубь может указать местоположение тонущего человека, лодки и корабля. Кстати, голубей из кунят именно кормит голубь. Голубь? Да. То есть подростков. Сначала голуби сидят, вот пара сели на кладку. Голубь всегда... Голубка сносит два яичка. Вот, 19-21 день у них выводятся пескунята. После чего у голубки и у голуба вырабатывается зобное молоко. На протяжении 4-5 дней они кормят птенцов молоком. А после уже начинают перерабатывать пищу вот твердую и начинают кормить кашицы. Удивительно. Вот. И далее, когда уже пескунята с ладошку, уже голубка отдыхает. И то есть все обязанности возлагаются на папу, на голубя. А вот я смотрю, у некоторых голубей есть вот шерсть на лапках, а у других нет. Ну да. Некоторые вот с лапками. Мода. У нас в Осетии их называют, вот они белые, у нас называют их персы. Некоторые называют бакинцы. Говорят, что когда голуби воркуют, они лечат людей. Посмотри, какие упражнения выполняют. Как ту-154. Они прям над нами летают. Фу, Руслан! Фу, кто это? А ну прилети сюда, я тебе покажу. Кто это из вас? Это к деньгам, Руслан. Какие деньги? Голуби свои, ставь их. А сейчас речь пойдет о значимом месте для посельчан. Не секрет, что среди осетин есть как мусульмане, так и христиане. И, конечно же, национальные, берущие свое начало из глубокой старины. Они в Осетии сохранились до сегодняшних дней. Благодаря чему по всей республике расположены древние святилища или более позднего построения, на которых ежегодно проводятся церемониальные жертвоприношения. Гаккуев Юрий Татарканович, который проживает в заводском уже более 50 лет, любезно согласился показать нам святилище. В каждом селе, раньше и в горах, в Осетии, и везде, в каждом селе был кувандон. Святилище есть. Люди уезжают и учиться, и в армию служить. Ну и домочадцы, дом, три пирога сделают. Вот мы их несем сюда. То есть, необходимость была, конечно. Да. Ну, необходимость, чтобы человек себе все-таки дал вот ту уверенность, что найти имя Святейшего Бога, да, и себе надежду дает все равно, если человек, конечно, в Него верует. И вот старейшины наши решили построить ежедневно, ежегодно, каждый год, в сентябре, третье воскресенье, это как бы праздник заводского поселка и святилища. Сейчас вот несколько лет подряд нас Битаров Алик Шамилевич очень большое внимание уделяет не только к этому святому месту, но он очень много времени уделяет вообще к поселку. Вот это место, святое место, как бы, ну, тут ничего вообще не было, ничего такого, но люди все равно уже знали, что здесь будет строиться святилище. Естественно, ну, многие проходили из села, ну, в армию ходили ребята, да и дети и на учебу уезжали. И каждый артадзухон, то есть шкод, то есть пироги. И всегда приносили сюда, и здесь была специальная ячейка сделана, и туда бросали свои миша иногда. Моначо-моначо. Да, вот именно вот это место. Башню строили, оттуда не просто камни вот откуда-то привезли. Возле святых мест камни, сланцевые камни, вот мы там собирали все. И привозили сюда, и вот эту башню, где на нем вастерджи нарисован все, вот выстроили. Эти деревья, когда только начали строить, мы завезли эти деревья в роще Хетага. Оттуда привезли, там специально по традиции, как положено, спросили у старших. Зуарикау, Суадак, Майрамадак, вот их старшие, собрались, мы туда поехали, ягненка зарезали. Три пирога, и когда все это нашли имя святого Хетага, и что мы хотим здесь святилище построить, вот тогда мы выкопали вот эту веточку маленькую, и оттуда вывезли и посадили здесь. Мы уделимым вкусом, и еще один пирожный, и сантимутом спокойно, и поднимаем костюм, и удачи, и я, заимови нас, чтобы мы были в растении и близкими, как в этом году, я удалось себе свое. Мы снижаемся, что, мы были в растении и удачи. Мы снижаемся, что он намекает и удачи, и я прошла себя. А сейчас мы идем на стройку. Своими глазами хотим лицезреть, на каком этапе строительства находится будущий современный детский сад на 280 мест, который планируют сдать в конце 2021 года. Я вот смотрю, локация такая, вот тот садик, где уже запланирован этот уже строящийся, они находятся на окраине поселка. Почему? Ну, к сожалению, мест земли у нас хотелось бы, конечно, к центру, но земли не было и решили построить здесь. Ну, так скажу еще, пускай население не переживает, так как после сдачи детских садов будем, даже сейчас уже разговариваем о том, чтобы как-то стянуть сюда маршруты. То есть транспортное обеспечение было хорошее? Да, транспортное обеспечение, чтобы было удобно жителям. Ну, проект большой получается. Серьезный проект, серьезный. Да, 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 серьезный проект. Это все благодаря нашему главе, Слава Нахачеву Битарову, он очень сильно помогает нам. Стройка, стройка, надо было нам сюда такой пыль. Нет, ну это такой грандиозный проект, для поселка это важно. Добрый день, посторонний вход запрещен на объекте. Здравствуйте, а вы с телевидениями, да, мы хотели поснимать, а как у вас происходит процесс строительства? Все-таки новый объект? Сейчас я вам выдам средства индивидуальной защиты. Опасно? Да, конечно, настройки нельзя. А, хорошо, хорошо, спасибо большое. Как хорошо. Да, спасибо вам. Каски? Нет. А это не его размер, у него голова большая. Ничего страшного натянет. Да? Все из-за мозгов. А, вот, я тебе распустила. На, а ты мне. А, думаешь, держатся они? Еще не распускают. Не идет. Да. У-у-у-у. У-у-у. Руслан, помоги. Руслан, помоги. Руслан, не шло. Что? Прошу, не прошу, не начинай. Я тебя не понимаю, Руслан. Вы что, помочь, не? А не нахер, а не нахер. Что с тобой? У тебя температура, что ли? Я не знаю, что со мной. Руки грязные, что я делаю? Я перестала понимать. Приди с себя. Так, смотри. Да что он от меня хочет. Руки! 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 Что ты делаешь? Парень дурака валяки. Иди работай. Иди, иди. Что только я должна работать? Да. Мы все любимые. Алина! Алина, помоги, я не достаю. До потолка я не достаю, Алина. Помоги. А, спасибо. Продолжай, продолжай. А почему я? Держи. Пожалуй, это не мое. Куда же Алина запропастилась? А где она? Алина! Алина! Здесь нельзя орать, здесь собак много, могут выбежать, а кто-то из них может быть агрессивным. Алина, Алина, где я? Что это? Что это? О, вот и она, вот эта блондинка в Терновнике. Здесь колючки. Давай к ней, направлюсь, узнаешь, чем она там занимается. Это не забор. Что, что ты не понимаешь? Как вообще? Это ров. А это препятствие. Угадай, для чего? Какое препятствие? Вот это препятствие, на что ты лезешь. Это не забор. Препятствие для кого? Угадай. Точно не для тебя. Пойдем, пойдем, я тебя отведу. Посмотришь настоящих лошадей, посмотришь. А что я мучилась? Я не знаю, я тебя ищу здесь, а ты, оказывается, тут лазишь. Здесь как раз-таки многие дети приходили, думали, это горки, а им сказали, Дети, а вы зачем здесь играете? Пойдите, научитесь кататься на лошадях. Здесь конно-спортивная школа. Все любители покататься на конях. Желающие. Могут приехать сюда и бесплатно научиться ездить. Да? Да? Любительский конный спорт сейчас очень популярен, особенно среди городских жителей. Если вы решили отправиться на конную прогулку или получить несколько уроков верховой езды, смело отправляйтесь в конно-спортивный клуб. А вот и святая святых этой школы. О, какой красивый конный. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, сколько няшек. Проходите, не бойтесь. А расскажите, вы спортсмен же? Да. Как давно вы вообще занимаетесь? Спортом? Занимаюсь я лет 10 уже сюда пришел, с тех пор занимаюсь, как-то затянуло в этом все, и вот с тех пор занимаюсь. А как у вас вообще любовь проявилась к лошадям? Кто-то вас ходил занять? Нет, любовь это как у всех, из села началась, я у дедушки летом катался, а потом услышал, что у нас есть такая сельца, я уже пришел и начал профессионально заниматься. А это только по возрастам каким-то определенным? Ну, тут набирают детей с 10 до 14 лет. То есть тебе есть столько лет, приходишь, занимаешься, ну, старших уже не берет. А что значит заниматься профессионально спортом? Ну, то есть, вот смотрите, вот если ты занимаешься профессиональным спортом, то ты можешь забыть про все остальное. То есть 6 раз в неделю ты должен находиться здесь, с утра до вечера ты здесь, и постоянно с ними. Почему? Ну, потому что это требует, ну, время, это очень много времени, это требует этот вид спорта. То есть ты приходишь, ты должен его поседлать, то есть... Отчистить. Почистить, потом поседлать, потом искупал, ты его отвел, искупал, подождал, пока он высох, потом опять почистил. Это если у тебя одна лошадь. А если две, то вот с каждой вот так надо повторять каждый раз. И девочки-то тоже делают? Все. Тут нету разграничения мальчик, девочка, взрослый. А со скольки лет, допустим, можно лошадь, допустим, ребенку? Ну, это зависит от лошади. Есть учителя, так сказать, лошади, на которых сажают новичков. То на него можно посадить ребенка, когда он лет 10-11, который только пришел. А вот, допустим, вот этот, его зовут Гермес, мы его только всему учим. Ему два с половиной года, и на него ребенка не посадишь, он его уронит и потеряет. А у каждой лошади запах тоже свой бывает? Ну, это... для нас они пахнут все одинаково. Нет-нет, наоборот, скорее всего, лошадь чувствует человеческий запах. Да. Лошади мало кого оставят равнодушным. Сюда приходят сотни людей, чтобы научиться держаться в седле. Эти лошади хорошо обучены и подходят для тех, кто садится в седло в первый раз, а также для опытных наездников. Вот так все чистится. Ой, там грязь? Ну, конечно. Он же стоял, вот так все чистится. А может, я попробую? У меня не легнет. Копыта крепкая, проверяем. Вот, копыта крепкая, ничего с ним не случилось. Вот так. Оно хорошее. То есть не гниет ничего. А когда он гниет, оно бывает и мягким, и... А, и воняет, да? И в каких случаях это происходит? Если не усмотреть, или как? Это не усмотреть. И бывает такое, что... Вот если постоянно дожди идут, то сыро и копыта начинает гнить. И что вы тогда делаете? Дёготь заливаем, чтобы высушить. Куда? Чтобы высушить копыта дёготь, а чтобы... Это грибок там заводится, а чтобы убить грибок, используем фукорцин. А вас этому всем учат? Ну, это ветеринары нам подсказывают. У нас есть ветеринар, он приходит, ветеринар смотрит и говорит тебе, что надо сделать. Конники – это очень суеверный народ. Суеверие, да. Вот у нас есть такое суеверие, что нельзя сидеть на наковальне. Если ты садишься на наковальню, то ты обязательно упадёшь с лошади, либо с ней перевернёшься. Это много раз мы проверяли. Всегда так случается, всегда. Так что мы в приметы очень сильные. А вот куда сейчас лошадь ведут? Вот это она сейчас её ведёт на прогулку, чтобы пошагали. Для лошади лучше – это когда она шагается. То есть шагаются мышцы вот тут, у них сухожилие, вот это всё. То есть это необходимо, да? Просто шаг, да? Ну, просто шаг. Это если ты не тренируешься. Просто чтобы расслабить лошадь, просто для того, чтобы лошадь не стояла. А вот я смотрю, вы все в хорошей форме. Это от лошади зависит или от вас? Вы когда садитесь, в конном спорте напрягаются те мышцы, которые, допустим, ты придёшь в зал, ты их никак не задействуешь. То есть работают вот эти мышцы, вот это всё. Вот ты не просто садишься. То есть вы напрягаетесь сверху, да? Ну, конечно. Ну, не прям вот, чтобы вены вылезли, а вот садишься. Внешне кажется, что никакого напряжения нет. Но концентрация вот это всё. Есть теория, что верховая езда укрепляет весь организм. Лошадь – это уникальный живой тренажёр, что приводит в тонус сразу все мышцы наездника. Даже 20-минутная прогулка верхом помогает избавиться от депрессии. Вот это наш арабский скакун. Его зовут Лунтик. О, какие ноздри у него. Вот это отличительная черта арабской лошади. То есть, вот, смотрите, ай, не балуйся, вот, изогнутая мордашка, вот, и ноздри большие, потому что в пустыне, когда они скачут, эти лошади очень выносливые. Вот чтобы больше кислорода поступало в лёгкие, вот у них такие большие ноздри. И ноги короткие. Короткие, да. Но это не даёт им никаких, как бы, преимуществ? Это просто особенности породы. То есть, они небольшие, но очень выносливые лошадки. И очень темпераментные. А, игривые, игривые. Очень темпераментные лошадки. Он совсем маленький, да? Да, ему 4 годика. 4 года. Да. О, давайте помогу. А, не надо? А, уже всё. Или прочее. Здесь всё чётко рассчитано. Лошади – чрезвычайно мудрые животные, откликающиеся на любые наши эмоции. Поэтому, в первую очередь, надо научиться владеть собой и своим настроением. Чем жизнь в небольших населённых пунктах отличается от жизни в мегаполисах? Это, конечно, ряд преимуществ. Чистый воздух. Спокойная, размеренная жизнь. Есть время обратить внимание на простые вещи. Личностные взаимоотношения. Ощутить единение с природой, с самим собой. Где мои очки? Телефон. Зачем мне, в принципе, очки в такое время? А где Алина? Уже пора в город ехать. Я же не оставлю её в заводском одну. А вот и она. А кто это к ней клеится? Это что за... Это кто такой? А ну-ка, кто ты? Алина, ты меня не предупредила. Это же народный артист Республики Северной Осетии Аланья. Это лауреат... Это награды во славу Осетии. Медаль во славу Осетии. Лауреат международных всероссийских конкурсов. Это же Аслан Шахтвалов. А ты меня не предупредил, а я переживаю, где она, с кем она. И тут смотрю, вот такой... Да, это же Аслан Бек. Нет, это уже из Заводского. Ты из Заводского? С пяти лет. Да? А что это за аллея? Расскажи вот. Ну, аллея, эта улица всегда называлась Бульварная. Сегодня не знаю, как она называется. Думаю, что так и осталось Бульварной, потому что Бульвар... Мне очень приятно, кстати, что сегодня уделили внимание Заводскому поселку. Уже теперь городского типа. Уже не село Заводское, не поселок Заводской. В Заводском я живу с пяти лет. Ну, с пяти, да? Когда-то мы жили на улице Щерса в городе. Папа тогда захотел держать скотину, в городе этого не позволяли. И вот мы переехали в Заводской. Держали большой скотный двор. Вся моя юность, в общем-то, была связана с уходом за скотиной. А дети вообще здесь как походили? Детство? Какие развлечения были? Ой, какие развлечения в советское время? Потому что дети, они никак не играют. Не казаки, а разбойники. Я помню, мы тоже играли. Ну, разные такие играют. Сейчас компьютеры, гаджеты разные. Советский Союз. Это же самый ярый Советский Союз. Я не живу в Заводском уже 12 лет. Сегодня мне 50 лет. В 5 лет я сюда приехал жить. Ну, это конечно. И я, ну, в Советский Союз какие были игры? Деревянные игрушки, оловянные солдатики, поле. У нас тогда там было, вот недалеко от дома, поле, колхоз, ферма. И наше развлечение было обычно. Вот эти разбитые старые комбайны, трактора. Вот мы туда залазили и играли. Вот это наше детство. А вот в детстве, наверное, у вас были, конечно, друзья, с кем вы постоянно проводили время. Сейчас вы с ними дружите? Ну, только на созвоне, как говорят. Разъехались, да? Ну, в большей степени, да. Мои одноклассники почти что все разлетелись. Учился, кстати, вот в этой 34-й школе до 8-го класса. Тогда 8-й класс был. Да, да. 8-й класс тогда выпуск был в советские времена. Кстати, мне очень долго не отдавали документы со школы, потому что я был как бы отличник. И с директором просто была война. Моя мама просто с ним воевала, чтобы отдали документы в училище искусств. Даже мама ему говорит, ну как тебе не стыдно? Ты же должен, наоборот, ему помочь поступить в училище искусств. Тогда поступали. Тогда был очень большой конкурс. На место 6 человек. У нашего героя яркая творческая жизнь и необыкновенная влюбленность в свое дело. Когда Аслан Шафтвала в 1987 году с отличием окончил Северо-Остинское училище искусств, он начал свою творческую деятельность в государственной филармонии в качестве концертмейстера, лектория и артиста оркестра ансамбля арт. Но это не единственное образование. Параллельно заочно окончил филологический факультет Северо-Остинского государственного университета. Прошел президентскую программу по подготовке управленческих кадров. А ты пришел к музыке? Когда мне было 6 лет, тогда мне предложили родители. Или велосипед, вот ребята катаются, или гармошку. Вот надо же было ребенку 6-летнему не велосипед выбрать, а гармошку. Вот так и получилось. А кто играл в доме? Никто, никогда. Может, на генном уровне потянул? Я не знаю, ни дедушку, ни бабушку я не застал. А что игры тогда по телевизору были у вас? Были. Вот, кстати, вот клуб мы прошли недавно, Дом культуры сегодня. Тогда он назывался кинотеатр «Юность» в мою бытность. Тогда в этом клубе впервые я увидел ансамбль «Алам». Мне было тогда, наверное, лет 6, не 7, 7 лет. Я в первом классе учился. Ансамбль «Алам» приехал. Вот это для меня был величайший какой-то праздник. Я, кстати, пошел один, вот ребенком один, даже родители не пошли. И вот стоя... Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, да? Да, да, лазу. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо, Божья. Мы не фотогигиеничные роды. Вечерняя пробылка. Ужнают соседи. И вот этот такой какой-то, наверное, эмоциональный взрыв случился на концерте ансамбля «Алам». И вот тогда я задался целью, что когда-нибудь я буду работать артистом оркестра ансамбля «Алам». Ну, на сегодняшний день уже 18 лет, как я артистом оркестра ансамбля «Алам». А когда-нибудь возникало чувство, сожаление, что вы себя связали с искусством? Никогда. Да. Наверное, если бы мне Господь Бог дал вторую жизнь, я, наверное, все-таки ушел в искусство. Ну, может быть, поменял просто профиль на хореографию. Я очень люблю хореографическое искусство. Да? Да. Искусство, мне кажется, требует обязательно мозги, чтобы как-то работали с этим. Держи, что вы кандидат наук по музыкальному. Я еще не закончил. Я еще не защитился, но я пишу. Да, я кандидатский минимум сдал уже, но теперь надо дописать. А тема какая-то? Творчество Феликса Шалыча Алборова. А-а-а-а. Я хочу, чтобы на самом деле этого великого композитора узнал весь мир, чтобы уже эта научная работа облетела весь мир. За годы своей творческой деятельности Аслан Шавтвалов не раз представлял музыкальное искусство Осетии в городах России, а также во Франции, Польше, Китае, Тайване и Никарагуа. Он неоднократно был приглашен представителями осетинской диаспоры в Стамбуле. Руслан, уж полночь близится. Может, продолжим? А, о Соломбеке, о чем мы говорили? Ну, вот Алина спросила меня, что в Заводском очень много немецкого поселения проживало. Это правда так? Ну, когда открылись дороги в Германию, то значительная часть, можно сказать, да, 100% они все покинули Заводской. Ну, конечно, они были очень порядочные, очень замечательные люди, порядочные. И вот даже дома, построенные ими, они отличались каким-то своей культурой. Вот даже можно сказать, что на каждом доме немца была табличка «Дом образцового порядка». Вот, кстати, вот это вот мы сейчас проходим. Здесь бытность, ну, лет 15, наверное, там назад, еще 20 даже, был детский садик. Да? Нет, детский садик. Я же говорю, моим воспитанием занималась мама, она меня не отпускала никуда от себя. Только музыкальная школа, только домашние какие-то дела, дополнительное обучение. А вот детский садик, а сейчас здесь спортивный клуб. Алмаз. И, да, вот он очень пользуется большой популярностью в Заводском. Он, по-моему, единственный даже спортивный комплекс. А вы гляньте, загляните сюда. А я, кстати, уже, наверное, вас покину. Да, уже пора. Да, мне уж и пора ехать. Приятно было с вами пообщаться. А нам, тем более. Приезжайте к нам в Заводской почаще. Наше бестерство бывало Руслан, но... Ну, очень приятно было. Ну, ждем приглашения на шашлыки, приедем обязательно. Не вопрос, не вопрос. Приятно было с вами общаться. До новых встреч. До свидания. До свидания. Вот, между прочим, вот сейчас мы с нашим другом прошли по вот этому бульвару. Знаешь, как называется? Нет. Что нет? Бульварная. А, это улица бульварная? Как интересно, бульвар жизни. Знаешь, почему? Знаю. Потому что этот бульвар заканчивается на кладбище. А начинается... На церкви. Видишь, вся жизнь человека. От церкви, бульвар, потом кладбище. Давай, зайдем уже в спорткомплекс. Пойдем. Вообще, ты любишь спорт? Ну, люблю. А что? Я сегодня для тебя придумала небольшое испытание. Я тебя познакомлю с одним замечательным человеком. Это молодежь нынешняя. Вот такая. Да? Угу. Пойдем. Пойдемся. Интересные люди всегда. Пойдем. Северная Осетия считается спортивной республикой. Доказательством этому служат многочисленные победы осетинских спортсменов не только на российском, но и на международном уровне. И заводской может похвастаться своими спортсменами, которые радуют Осетию и не только. Двухкратный победитель первенства России 2020 года, призер первенства мира... Нет. Я не про Руслана, а вот про этого замечательного спортсмена. Алана Кудзоева, победителя первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 2021 года, весовой категории 70 килограмм. И сегодня Руслану предстоит пройти через ежедневную подготовку спортсмена. Посмотрим, как справится Руслан. Руслан, ты что делаешь? Как не тренируются? Не правда тренируются? Где ты придешь? Сюда. Мне кажется, ты делаешь вот так. Вот так надо. Руслан, что ты делаешь? Отстань от меня, он не говорит, что делать, а то уйди. Я вижу тебе тяжело, у тебя растяжки нет. Будет у меня все. А вообще скажите, у тебя получится что-нибудь? Думаю, да, получится. У тебя хорошая растяжка, да? Ну, бывало и лучше. А вообще, вот для чего вы это делаете? Это разминка. То есть без этого нельзя начинать, да? Да, нельзя начинать. И сколько должна длиться? 15-20 минут. Возьмем, как и халатиловка. Субтитры сделал DimaTorzok У-у-у-у! Захватай, делай снизу. Русланай! У-у-а! Давай, 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 китай его! У-у-у! Руслан, тебе плохо? Нет, мне прекрасно. Ребята, занимайтесь вольной борьбой. Ох, Руслан, как мы сегодня замечательно провели время. Да, как мы сегодня замечательно провели. Что ты уже избитый текст напечатанный придумал? Кто-то напечатал, ты его повторяешь. Фантазий мне не хватает. Вот подожди, раз что-то ты новое хочешь, вот скажи, у тебя же музыкальные уши? Ну, можно сказать, да. То есть они чувствительны с разным звуком, правильно? Да. Есть чувствительный микрофон? Есть. Это тебе о чем-нибудь говорит? Я тебе просто намекаю. Хорошо. Хорошо, а ты любишь ASMR? ASMR? ASMR, да. ASMR? Не знаю, первый раз слышу. Ты не знаком? Нет. Ну, смотри, я тебе сейчас покажу наглядно. Сейчас я тебе покажу, что я не знаю. Смотри, я тебе сейчас покажу. Смотри, я тебе сейчас покажу. Что ты наделал? Это же это. Ты испугалась? Нет. Аккуратно. Мы и так договаривались. А чего я должен был? На тебе кактус. Кактуса нет сейчас. Дорогие друзья, если вам плохо, перепрошу, получи небольшое головоотружение. Съешьте футчаны, и все надо. А дальше уже про школу. Давай, про школу расскажу. Ну, про школу я уже рассказала. Ну, все. Иди домой, мы пошли. Добавила сошла. Она не отдала. Сказерки выручили. Кром дорогой. Все. Редактор субтитров А.Семкин